Вот так вот скелет, в тельняшке исклевшей. Это референс. Если твой друг говорит, что меня укусило, ну, наверное, все будет в порядке. Я должен рассказать тебе важную тайну, но завтра поговорим. Встретимся завтра. Я, кажется, знаю, кто убийца, пойду погуляюсь. И так пойду я в облаку. Ну, расскажи вам об этом после того, как... Пописываю в лесу. Пописываю в лесу, да. Окей, что еще? Ну, вообще игра как исследование в целом не походу искать. Мы исследуем что-то потенциально непонятное, ну, да, мы типа не знали на пунктах каких-нибудь. Ну, и, короче, позвольте, я сформулирую, если ты позволишь. Это как раз формула Лавкрафта звучит как? Что такое Лавкрафт? Это тайна, которую ты познаешь. С каждой трацией познания, желая знать ее все меньше. А нам все более чудовищное, как мясо. Не так, но, Лена, мы здесь сбиваемся. Наша цель здесь сейчас. Мы говорим не про ужастик, как любое ужастик, а именно про саспенс, как напряженное ожидание. И вот здесь как раз напряжение есть, а ожиданий немного. Значит, смотрите, ультрапростые игровые приемы, в которых создается саспенс с неизвестным разрешением. Ты видишь, кто-то боятся за тебя, но не рассказывает, почему. Не ходи туда, почему. Не могу сказать просто, не ходи туда. Не могу. Я не кажусь, что-то страшно случилось. Ты здесь не хожу. Ты готов, что-нибудь запрятать, ты готов, что-нибудь запрятать. Все в порядке. Нет, ты не ощущаешь, как в круговом окружении? Сыпь не высыпай. Нет, нет, чем больше подробностей, тем не менее то. Нет, ну там, посмотри на себя. Нет, это на самом деле классное, чтобы столкнуть игрока со страшной ситуацией и запретить про нее рассказывать. Да, или тебе запрещено рассказывать про то, что ты переживаешь. Все, не падает все детали, у нас будет больше, когда мы все принципы, основные приемы, которые в кинематографе используются в виде, мы выгенерим. Я приведу два примера, которые я подглядел кинематографе, в виде списка перечислений, на которые в рулевую группу переносятся прямо одно раз. Сначала я заканчиваю, потом ты говоришь. Ну, все, по фразу. Первый, это вот мы сидим за столом, мы все члены тайны, ну, как бы, например, общество, и мы точно знаем, что среди нас есть предатель. Более того, в отличие от всех нас, он здесь вооружен. И сейчас мы будем тереть как-то на эту тему. Ну, то есть, дальше может создаться, может нет, но эта ситуация предполагает. Второй вариант. Мы сидим с тобой вдвоем, играем в русскую рулетку с одного револьвера в полочередия. Я гарантирую, в какой-то момент, если игра нормальная, в основных смыслах простроена, эта ситуация создаст кому-то из нас. Ты сейчас говоришь про ситуацию социальной опасности? Нет, ключевой момент здесь такой. Мы не знаем, как именно она разрешит, ну, во что она и как будет разрешаться. Ой, нет, мы говорим, ты сдохнешь, мы говорим, ты может быть сдохнешь. Например, на банальной моей под Москве, когда сидели главы двух сторон, боялись друг с другом, а все стрельные стреляют вокруг, и от них завидят. И от того, как дуэль здесь пройдет за столом, у нас боевка, городская граба, она карточка, организована, и довольно долго решалась. Мне ставили этого упрек, но я знаю точно, что, может, где-то не хватало драйва, но вот эти 15 минут, там все вот так вот стояли вокруг и переживали суровый саспенс. Да. Сначала здесь... Так, слушайте, я сразу немножко поясню, вот прямо в начале, потому что сейчас тут уперлись в ужастике, саспенс используется далеко не только в ужастиках. Это детективы, это триллеры, это война. Это и боевики, честно говоря, мы до того, как... Ну, пример с Бомбой будет. Точно. Да, кстати, да, лучший пример на тему саспенса отсылка и голды. Ты знаешь, если Джон Гу показывает голубей, ты бо начнется в течение двух минут. Обязательно. Никаких вариантов. Окей? У меня вопрос. Держи, мы. Саспенс. Я не убирал. Ты, там, на дверях комнаты в отеле появляются знаки, это значит, можно найти подсказку. Там 4-5 людей, каждый ищет своего. Разно можно сделать. И ты знаешь, что там либо есть призрака, либо нет призрака, либо он тебе навредит, либо он тебе не навредит. И вообще, пипец, как страшно заходить, потому что не знаешь, чего ждать. Он может просто отдать тебе подсказку, он может тебя попытаться убить, он может по-старкам увидеть, а может вообще просидеть день в шкафу и не вылезая. Ну, по описанию, да, это саспенс. Окей. Ну, то есть, это страивно перед неизвестностью, непонятно, что, перед непонятностью. Ну, вот. Непонятно, чего ждать, он уже ногти все съел, а вообще ничего не происходит. Приветствередайся. То есть, это та ситуация, которая изначально, то есть, что в начале предполагает саспенс. Такая штука, когда у нас заложено в игру гораздо больше ресурсов, притом не сюжетных, а, скажем так, мета-игросских. У нас везде висит ружья, а выложены в пакетики. Скорее. Секундочку, сворачиваю. У нас не круглый стол. Мне нужно выложить весь материал, который есть, и в процессе будут некоторые короткие вопросы, чтобы мы лучше могли понять, как это в игре может сложиться. И если бы это было не полчаса, который я за 10 минут взял материал по своему потоку и перепаковал его в доклад, то мы бы сейчас в своей серии посмотрели, как конкретно игры эти принципы можно переносить. Но сначала нужно положить материал, а потом будем генерить, и только с оглядкой на принципы. Я поясню, почему я так об этом жестко говорю. В кинематографе точно выстроенные инструментарии, как в любом жанре, в любом месте, любого фильма, даже стрёмного, в смысле плохо снятого, вызывают у зрителя саспенс. В ролевых играх строго наоборот. Мы выписываем вот такие листы, музыку, драму, игротехники, тайны, отсутствие тайн, они всё знают или ничего не знают. Я не знаю ни одной игры, где более-менее гарантированно был бы вызван саспенс. Почти всегда, когда хорош саспенс переживал на играх, это было случайное сечение обстоятельств. Не технологизирован подход. Поэтому я хочу посмотреть на кинематографические приёмы и решить, как их можно переносить в игру. На уровне технологии, а не отдельной фишки. Найти, что там является технологическим приёмом, транслируемым. Делание и в разработку игр. Ролевых художников. Зато честно. Окей. Итак, принципы с кино. Первое. Эмоциональная вовлечённость. Там, если в кино идёт речь о сопереживании зрителю, то есть герой должен быть такой и должен существовать с вами столько времени, чтобы вы начали ему сопереживать и как-то чуть-чуть бояться за него и всё такое, то в игре мы делились ещё это банально в ролике. Грубо говоря, вы должны быть в роли над героя и разделять некоторые цели. Вы должны любить свои почи роли. Не факт. Вовлечённость не зря имеет для себя отдельное слово. Вы должны его знать, героя. Не факт. Вовлечённость не зря имеет для себя отдельное слово. Вовлечённость. Immersive. Порядок принципов не очень важен, но важен. Если вы не увлечены и не разделяете ценности героя, вам насрать, что он там напряжённо ожидает. Окей. Следующий пункт. Не будем сейчас разбирать, как можно на игре увеличивать, вовлечённость и управлять. Подготовленность. Подготовленность в данном случае игрока к пониманию того, что этот комплекс включает вещей. Во-первых, игрок знает, что это жанра, в котором возможно, ему нужно напряжённо ждать. Во-вторых, есть информационные посылки, которые касались наверху, которые вас к этому ведут. Довольная цитата из Сичкока. Публику следует по мере возможности наиболее полно информировать. Зная, чего ему следует ждать, зритель невольно подготавливает к себе восприятию, что очень существенно для создания напряжённого ожидания. И дальше у нас возникает хороший вопрос. Что кроме угодных? Какими способами мы можем вводить в игру и в игроков информацию, особенно если игра уже идёт? Особенно если игра идёт? Ну, если она не идёт, то как бы... Всего поговорил. В игре создавать у людей ощущение информированности о том, что будет происходить. Это сейчас не для обсуждения, не для поднимать. Важный момент, что подготовились в том числе за счёт информации, создаётся. Принфы должно быть много... О том, что будет. То есть должно быть исчерпывающее понимание. Когда мы сидим с пистолетом, мы не знаем, кто из нас отсюда выйдет живым. Но для нас ситуация исчерпывающая открыта. То есть мы понимаем большинство разрешений, которые из неё могут выйти. Особенно если в округе свидетели, которые не будут нам решить вопрос, если честно. И она должна быть простой. То есть не нужно долго понимать, как это всё выстроено. Ну, то есть выборы, эта ситуация должна читаться на базовом уровне одним взглядом. При том, что она прозрачна. Я говорю про принципы от классиков. Нужно понимать, что если что-то происходит под суммой этих двух пунктов, внезапно саспываться точно не будет, даже если вы испытаетесь, то есть пук или страх. И опять цитата из Хичкока. Тайны редко обеспечивают саспенс. В классическом детективе, например, саспенса нет. Там только загадка для ума. Но при этом есть детективы, основанные на саспенсе. Они, как правило, построены не на загадках. Нежели сохраняйте интригу. Что бы вы ни рассказывали, всегда должен быть секрет. Вы не знаете, чем именно разрешиться. Опасность придёт и вас убьёт. Опасность придёт и вы выживете. Опасность придёт и окажется не той опасностью. Должна быть некоторая доля неизвестного. Это невероятно сложная пропорция. Я не знаю, как, ну, как бы, все мои пункты пока выберите. Ну, нет, не дало индикаторов, по которым понятно, что для конкретной группы игроков является уместным. Вот здесь. Это можно как-то сразу вспоминать в вчерашний семинар. Про замер состояния группы, чтобы понимать, ещё раз сказать или перестать. Окей. Следующий пункт. Время. Для развития саспенса и для его переживания нужно значимое время. Это ощущение, которое смакует. Ну, в смысле, в трёх-пятиминутную сцену его можно положить. Но если вы хотите, чтобы всё было по-нормальному, нужно рассматривать на классические тайминги, которые живут. Этот классический тайминг, скорее всего, будет предполагать, что он занимает не меньше 5-10-15 минут, в зависимости от сложности сцены и тех намёков, которые во время неё возрастают. Вот это мои какие-то примеры. Анализ тех ситуаций, где я сталкивался с саспенцем на играх. Ну, один из примеров саспенцем на играх, когда вы сидите в крепости из классики в пятером, а к вам под стену приходит 50 человек, и начинают не лезть в ворота, а без суеты строить на ваших глазах. Такой огромный штурмовый мост, по которому будет понятно, что сейчас они зайдут. Пунктик, который рифмуется с вот этим. Реальная опасность. Трактовать его можно очень широко, потому что в некоторых жанрах потери может быть невелика, которые боится персонаж. но с его уровнем присвоения и с его специфической внутренней ценностью этой потери. Она достаточная, чтобы игрок пережил их момент саспенцем. Атмосфера. Все говорят, звук, звук, звук. Ребята, это вообще-то очень сложная тема. Если бы не меломан, лучше сразу найти человека, который в этом разбирается. То есть, меломан – это минимальная планка вхождения. В то, чтобы управлять, понимая, что киноэстетика и запахи тоже существуют. Для этого не получая работа ничем. Звук он ограничен. Если вы проводите игру не в двух комнатах, вам очень тяжело с ним работать. Ну, ладно, как-то реально по-стопу. Нет, там много нюансов. Ну, как бы атмосфера, понимаете, сложим комплексом факторов. Управление атмосферой – одна из моих любимых фишек, которые я использую на играх по-разному. Кто-то в мануарной истории играл, слышал про них. Мы там по максимуму использовали прием управления атмосферой, который только может впихнуть в эту маленькую игру. Фокусировка и детали. Это танцевая. Данцы, на что-то там. Танцевой. Меломаны тренируются. Танцевки? А, я понял. Фокусировка и детали. В кино, это, например, вы заметите, что если вы во многих классических фильмах двигаетесь по саспенту, нарастает количество крупных планов. Он начинает показывать важные детали, которые он напоминает о том, что и как что-то будет происходить, выражение лица и все такое. Или неважные. Или неважные. Пальцы твои показывают. Во-вторых, выстраивается большое количество деталей, которые часто на второстепенном метафорическом уровне, если к этому сюрреалистическому, вас начинают пододвигать к этому. Ну, то есть, будет. И здесь же можно добавить нарастание темпа. Так как саспентс медленная вещь, то это не темп, там, 5 секунд сцена, 3 секунды сцена, 1 секунда сцена. Но, тем не менее, так же, как в любых вещах, она должна как-то ближе к концу возрастать и не замедляться. Теперь, собственно, с какими проблемами приходится локнуться, когда вы делаете это в иглевой игре. Саспентс разрушается в тот момент, когда происходит ответ на ситуацию. Если кто-то один в группе устал ждать, встал и заржал, то саспентс разрушен. А люди любят ржать, потому что стекла-то защитит от саспентса в реальной жизни. Ну, то есть, в кинотеатре вы этого не делаете, а в жизни, когда вас дают что-то... В кинотеатре тоже делают. В кинотеатре тоже делаешь, чтобы... В кинотеатре легче тебе от этого выстреливаться. В любом случае, троллил, да, защитывали в играх. Хват, хуйник, то есть, ничего стоит на твоих весах. Да, ну, непонятно, как это сделать. Второе. В реальной жизни в кино ты можешь оплотнять сцены, а в реальной жизни тебе нужны некоторые средние выборы, да, когда тебя будет возрастать напряженность, и кто-то уже, все, он уже перепоподвесился, 90-90 раз, а вторая половина только-только начала чувствовать, что пора. Вот он есть в его материале, и ки его кинул. Ки его в чатик сразу. Все в час. Все в час. Все в час. Окей. Вот как-то так, если у нас сейчас была вторая половина, значит, часа... А в чем проблема-то? В смысле, сейчас следующий блок начинается? Время. Уже в руках? Да. То мы бы с вами сели и стали разбирать, как эти принципы кладутся в реальную жизнь. Это просто... Это просто... Не за что вещь он закрылся, как сделать. А может, потом старую я сделать просто в свободное входное время? Можно, но я... Если что, просто нормально, я бы тот. Я бы сделаю все. Вопрос в блоке, да. Вопрос в блоке, темно. А, открытый блок нет. Есть, против многих, которые у нас есть, это радио, называется... Ну, короче, управление временем игрока. Как раз, которое делает так, чтобы кульминация игроков просто по этому моменту, потому что все, что ты описываешь, это хорошее описание секса, возрешенность, подготовленность, называется время, атмосфера. Реальная опасность. Приход, нет, имеется в виду, ну, реально здесь все эти моменты, ну, и, как всегда, обычно, ставим рулю в игру с этим, и тогда оно нормально работает. Так проще всего, да? Реальский метод вообще. Что? Нет, не новый, прости меня, пожалуйста. Ребро в 1903 году? Это, возможно, в начале в Реброфе не делал в 1903 году. Нет, Антон Эвикович справлялся с этим в 1902 году. Ваши линии, еще не время, еще не время, еще не время. Следующий год начинается в 12.30. Вот, 27. Секунду. Что у нас с следующим блоком здесь? Ну, если его не передвигали, А, если вы влечете очков на свою игру, ну, да, у нас через... Он еще, через... Да, в 1903 году, да, как влечете очков. Так что можно продолжить. Вот, экспериментальный семинар. Окей. Тогда давайте просто сейчас спокойненько, кому это интересно, сейчас следующий блок будет, в котором не очень нужно уходить. Поэтому, если кто-то чувствует, что он как-то скучноватый, то поднимите руку. Если... Может, я построю так, чтобы можно было уходить. Да. Чего? Да. Смотрите. Сейчас, после работы в следующей части, можно построить так, чтобы можно было уходить. И тогда мы все вместе разрабатываем этот концепт. Или не можно уходить. И тогда мы поделимся в план, потому что группа меньшего размера будет более эффективна. Давай можно будет сделать. Ну уж, мы все вместе. У меня разрывают две вещи. А так нам возможно. Одно – это не твой талант, другую – это не никотиновая аромка. Все. На всякий случай лучше вместе. Окей. Первое, что нам нужно сделать, давайте посмотрим и оценим инструменты, те, которые чаще всего... Не используются или ломаются, используются неправильно, когда в выборах пытаются отвечать в Соспинс. Мы сейчас пройдем в Бол. То есть, что нужно чинить, если вас идем в выборах, делать в Соспинс? Ну, фокусировку и детали. Это, девятый вопрос, не обсуждение. Вы все смотрите, а потом подходите, решение принимается до того, как люди пошли ставить плюсики, чтобы избежать чартового голосования. Знаете, что такое чартовое голосование? Ваш мнение меняется, то есть, вы снова другие проголосовали. Значит, поэтому все посмотрели, выбрали, за что вы сейчас поставите два плюсика, что нужно чинить. Да вы тебе просто вообще скажете, повезительное, то и можно написать. Нет, точно. А вы еще подойти и поставить плюсик. Понимаете, за плюсов? Все, и сейчас. Надо все просто. Да, надо за один или за другой. Два пункта, которые нужно чинить в первую очередь. Подожди, все готовы? Вот эти, потому что он взявлялся. Дай ему еще одну минутку. Хорошо, пожалуйста. Так, последний шуток, а потом нарастание темно. Мы берем только второй пункт, да? Да. Первый, другой, немножко. Ну, я до конца. Кто еще? Ну, еще нужно время. Все, никому. Окей? Сиди, что не было. Надо один плюсик или несколько? Два плюсика за одну, за два пункта. Каждый выбирает два пункта, которые надо чинить, чтобы в левых играх заработал засканец. Блин, плохо пишется. Ну, ладно. Вы подходите в очередь, чтобы не выглядели до данного с нуля. А можно ли ты ниже? Я уже не сидел. Блин, ладно, ладно. Все-таки я этот маркер. Вы всегда не дрожали. А, какие-то. Ладно. Не знаю, я теперь перепопробую. Я одну другую? Окей. Следующий. Быстренько, что-то. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-присывай. Маркер всего один, поэтому он дает. А? Вот так вот. Все проголосовали? Окей. Ну, я не знаю. Теперь я скажу, смотрите, вы выбрали те инструменты, про которые вы так хера знаете? Нет. Да! Про то, как управлять фоксировкой, про то, как сделать нарастание темпа, это все очень просто. А ну-ка расскажите мне, как подготовить игроков, потому что сейчас будет засканец ситуация? Это как раз тут. Тебе пока нет? Ты больше об этом говоришь, чем остальные. Как мы подготовить игроков к тому, что сейчас, вот сейчас в игре будет засканец, чтобы они были готовы, чтобы в них вошла эта инфа? Музычка, музычка. Это атмосфера. Это атмосфера. Ну, да, если в самую стандартную ситуацию, с которой ясно, что будет. Ну, дрог, дрог. Короче, смотрите, так я не планировал подробно, я не ожидал такого эффекта. Я считаю, что работа здесь нас не продвинет. Технологизация этого. А как подготовить игрока к тому, что сейчас будет засканец? Ну, там, я сконструирую ему ситуацию, когда он реально попознает, что сейчас будет. Слушайте, если я делаю кабинеточку на двух человек, мне вообще вот это все не нужно. Я для них все что угодно могу сделать, потому что в другой жанр. Я тебе дам вот игрушечку, там, ну, до 50, до 70. Фриплей, где они все где-то как-то двигаются, и когда-то кинцоверсоваться. Надо не кабинеточку там, да, там, не знаю, посреди полигона, и появляется дверь. Из-за них ничего. Здесь отличие от того, что люди недопряженно ожидают, а начинают бегать, как бы, и суетиться с мыслью, давайте, нам опять предложили спасать мир, давайте же мы мир поспасаем. Это вот как раз надо избежать. И давайте вопрос, правильно, подготовка, да, я поняла, произошла эта самая несостыковка понятия. Чем придумал? Я под тем, что тем я с ним, я подразумевала реальную опасность. Ну, то есть, человек, хорошо, он готовлен, как подготовлен человеку, что сейчас будет в саспенс. Те приемы, которые вот я видела, они зачастую вырождаются не в саспенс, а в предпочтении приключений. Сейчас будет интересненько, вот, сейчас мне убьют. Круто, круто. Я ведьма, сейчас меня сожмут. Да? Я хочу, что он выигрывает. Окей. Слушай, вот там, как бы тут, ну, я тут реально не вижу больших проблем. Именно в подготовке. Понятно, что я не буду. Смотри. Что в саспенсе главное? Напряженное ожидание. А, секунду, смотри, здесь, как обычно. Сейчас, коллеги, просто смотрите, смотрим сюда внимательно. Я не видел в игре осознанным мастерского управления, знания, ну, кроме простых игр, в которых ты заранее знаешь, что закончится. вот этот прием осознанного начали, да? Не видел осознанного управления тем, что игроки знают про то, что будет с ним происходить. Осознанного мастерского управления. Это же легко. Конечно, и поэтому никто не делает. Ну, ты сам знаешь, в какой тайме ты сбрасываешь на полигон, и следующий ультерацию правильно. Может быть. Это не про саспенс, это про расследование. Нет, это имеется в виду... Не буду спорить, у нас есть два пункта. Реальная опасность и фокусировка. Для того, чтобы мы могли продолжить, нам нужно выверить, что мы говорим про одинаковое. Кто скажет, что подразумевается под этим пунктом своими словами? И мы исправим это, если вы будете непонятны. Я так понимаю, что фокусировка, если там в кино можно показаться крупным планом какую-то вещь, то игроку-то крупным планом ее, ну, разве что, не знаю, подвести, взять суру в руку и в нос сунуть. Ну, как бы, это же не выход. Ну, фокусировка и когда мы говорим про игру. Фокусировка это управление акцентом, точнее, при помощи расставления акцентом для игрока, для восприятия игрока важны детали. То есть, из-за какой-то вещи нам очень важно, что поскольку у нас здесь фильм «Тезидемотив убийцы», вот тот самый немецкий, это означает, что то, что у Вая в кармане, он лежит, постепенно нужно как-то выделять. Имейся там. Ну, или Стивен Кинг заставляет нас бояться банальных событий вещей. Ну, что, что? У нас нужны шариков, угол, клубы. Окей. Это могут быть сюжетные вещи, это могут быть социальные вещи, это могут быть улики, это могут быть классические знаки, это могут быть метафорические. Я расширяю, чтобы было понятно, что это не очень узкое, ну, в смысле, не влиять на уликах в кармане или там пистолет. Что значит реальная опасность? Кто согласен с этой формулировкой? Акцент на важную талию. Я согласен. Акцент на важную талию. Кто считает, что нужно дополнить ее как-то? Нормально. Я бы сказала, что нужно убрать неважные, или это аля? На важные для тебя, как мастера, управляющего саспенсом. Но я же не могу все это записать. Кобима, убрать неважные. Это есть форма. Это да, из формы фокусирования. Когда у тебя остается только то, что... Подождите, это так. Ну, например, если ты делаешь в жанре сливного умо, то у тебя миллиард деталей, а важные все равно. И в этом смак этого проекта. Но тебе нужно в нужный момент времени выделять важные. Убрать неважные это один из способов фокусировки. Может кто-нибудь быстро, я сейчас напишу, напишите в чатик, чтобы нам подогнали пару ключевых листов, чтобы не отправлять никого отсюда. Попустите в органах подогнать двор припечатных листов, и чтобы мы больше не можем узнать по себе. Окей. Есть еще моменты, которые нужно дополнить про фокусировку? Нет? Переходим к следующему. Реальная опасность. Кто готов дать свою формулировку реальной опасности, и мы ее выверем, если она не задает. Давай. Ну, так вот, здесь просто реальная опасность мне нравится сам по себе, потому что мнимая опасность тоже достаточно. В смысле, если в итоге соскнуть не случился, соскнуть есть. Так вот, реальная опасность это понимание игрока возможных последствий или понимание их хотя бы минимума того, что с ним может быть зайти. В результате ну, собственно, зажития. То есть... Смотри, формулировка точная, мне не совсем понятно, как из нее работать. В конструировании игры. Секунду. Есть еще у кого-то версии вот этой, что я хочу сказать, по-другому это звучало? Я не критику, я еще прямо, что я могу сейчас не знаю, но это через ощущение можно сделать. То есть, интюга разворачивается, игрок знает, что она разворачивается, и что она его коснется в какой-то момент, но он не знает, как именно. Это опасно. Да, мне нужно сначала понять, как мы, ну, чтобы создавать реальную опасность, нужно разделить здесь понимание того, что мы считаем реальной опасностью. Реальная опасность, страх потери чего-то. Потому что игроки понимают, что никто их на самом деле не убьет. Но он может потерять персонажа, он может потерять какие-то подсунуть в конкретную точку пространства, времени для конкретного игрока, это прям проблема. Ну, то есть, как мне сделать так, чтобы там для игрока в нужный мне момент, в нужном месте была реальная опасность. Ну, кроме другого варианта послать туда игрокотехнику стимбарной. Вот. Я не знаю, как это сделать. Подожди. Сейчас, у меня... Почти всегда игрокотехнике стимбарной это приключение. У меня есть какие-то про реальную опасность. Еще можно назвать дашки, когда он специально приходит на свое место. Смотри, у меня есть отец про реальную опасность, он такой, у меня в жизни была история, когда я умирала, я знала, что у меня две минуты, на... если меня не вытащат за эти две минуты, я умру совсем. и у меня это оттичивало время на... 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 на лозертах дарливых игр. Я знала, что у меня есть две минуты... В следующий раз у меня в играх была история. Я вам же так запережула. из них... Да, я... Это, кстати, гораздо страшнее, чем более страшная жизненная ситуация. Так вот... Кому как, кстати. Так вот, значит, у меня... был механизм. Ну, простите, я не то, чтобы поплю сейчас за электронику или за карточки, но вообще-то, когда ты знаешь, что у тебя есть некое... некое неотвратимое, что, в принципе, можно отвратить, но очень трудно. Ну, там, у тебя есть последняя полоска, чтобы на карточке... Всем понятно, что ты сейчас говоришь? Нет. Вот, грубо говоря, у тебя есть карточка болезни, у тебя хуже, 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 ты осталась в последней полоской, и ты думаешь, ее надо открыть через, через, там, 20 минут, ты думаешь, я умру или нет? Я умру или нет? Нет, это просто... Открытие-закрытие саспенс, грубо говоря, когда ты знаешь, что события неотвратимы, когда ты не знаешь, что... Секундочку, сейчас мы ищем не примеры. Да. Нам нужно определение, что такое реальная опасность. Да, реальная опасность. Мы пошли, мы пошли, и расползаем, и все нормально. Мне кажется, что за данный этапе вот эти две вещи есть присвоенные ценности, и риск... Риск... О! Не вызывает страх потери, риск потери вызывает страх. Да, рабочая. Риск потери, которых вызывает страх. В данном случае нам нужно уметь мыслить драматургически, потому что, когда вы смотрите, как мы с ним играем в русскую рулетку, вы ничем можете не рисковать, но переживать саспенс, потому что вы начинаете сопереживать нам. Нет, ну подожди, это имеет значение это мне левый человек? Или нет? Абсолютно жопски левый человек, вообще нахуй на него срать. Но если мы сидим на серьезной драматической сцене в игре, ты можешь начать переживать саспенс, не имея никакой ценности. кажется, наоборот, это или мы сумели ей на месте объяснить, почему мы ценны. И именно это первое, что мы говорим, это первое, что мы говорим. Стоп, остановись. Невадно, да, согласен. Простое человеческое сочувствие, раз, вовлеченность, когда ты читаешь книжку, два, ну, то есть тут могут быть другие вещи. Согласен. Поэтому вот... Зависит еще от личной легенды, тоже во многое. Не зависит, я сейчас говорю про реанции, я говорю, нет, может зависит, может абсолютно точно не зависит. специально очищаю, чтобы показать вам, что есть случай, когда ценности нет. Подожди, я вам бы привожу пример. Ценности нет, ты ничего не теряешь, а саспится выше крыши. Подожди, это присвоенная ценность? Нет, присвоенная ценность это часть... я боюсь выливать ключи от машины. Мне реально, у меня была первая тачка, я очень боялся выключить, потому что я знал, что у меня нет дубликата. Вот, когда... Их нашли, но мне было реально страшно. Смотри, когда вот реально, ну там, происходит какое-то там мероприятие, клуб там еще что-то, какой-то такой-то, в игре, не знаю, простой пример, с русской рулеткой. Вы все, как бы, циничные, простые чуваки, вам начхать друг на друга, я не знаю, наемники какие-нибудь. Вы заходите, а там два чувака под разговоры и под наслабо решили играть, значит, в русскую рулетку. Все, просто там пистолетики на пистонах, кому-то, значит, один пистон у каждого остался, после оборота раздастся реально громкий выступ. И вот они сидят, и если все хорошо по атмосфере, вы все вовлечены, то большинство зрителей этой сцены испытают саспенс. Хотя им начхать на их персонажа, еще что-то. Это будет, мы сейчас очень не будем даже касаться, кто переживает их, ровный персонаж. Я просто вам показываю, что есть частые случаи переживания саспенса, когда вы переживаете его без этого. Без бесценности. И если мы дальше уходим, оставляя эту формулировку, мы должны понимать, что мы сужаем. Окей, нет, широкую формулировку эти навалу, она слишком широкая. Она слишком широкая. Хорошо. То есть, реальная опасность может грозить другому человеку, или что, или так мы тоже сужаем? Да, окей, хорошо. Тебе уходит вариант присвоенная ценность или трансляция этой присвоенной ценности? Давай мы просто уточним слово присвоенное. Таким образом, мы как-нибудь измерили его так, чтобы вы болельщики тоже ощущали, как внуку. Это частный случай. Я уверен, что если мы поищем, мы найдем и другие случаи, когда мы переживаем саспенса. Да, да. Слушай, саспенса, потому что, ребят, нам по сути интересно, чем закончится. Мы ожидаем развязку. То есть, мы можем быть расстроены, может быть не расстроены, можем как бы хотеть, чтобы человек выжил, а можем просто вот тебе интересно. Это же вот как хичкоп сасывать. Девушка едет на автомобиле. Ну, мы можем... Мы это все разобрали. Сейчас фокусируемся на нескольких вещах, которые обычно в играх реализуются трудно. С точки зрения аудитории, наиболее часто ошибка, ну, проблема, которая в играх реализуется слабо для того, чтобы саспенса хорошо сработал, это фокусировка на важном для развития саспенса и неумение создать у игроков ощущения реальной опасности. Того, с той ситуацией, с которой они столкнулись. Поэтому мы все остальные варианты тоже собираем. Но сейчас мы рассматриваем, прежде чем будем искать инструментарий про реальную опасность, нам нужно посмотреть, что такое, правильно ли мы понимаем все здесь. Давайте выпилим все саланкеры и слово риск в таком случае. Риск плюс вовлеченность дают там саспенса. Не сосклиться. Я не знаю, что опасность. Ну, да, повезти. Риск плюс вовлеченность, как бы, да. Вовлеченность. Да, вовлеченность там есть. Я считаю, что слово ценность мне не надо было. Любая ситуация. Мы не выпиливаем, мы как бы фокусируем до более общего уровня, из которого тогда нужно посматривать, чтобы не упустить все виды сосклиться. Любая ситуация риска, в которую я бы вовлечен, так или иначе, может стать в связи с вас. Окей. Мне это нравится, потому что это точно захватывает, по крайней мере, пример, который я описал. Когда ты оказываешься зрителем. Или ты в игре свидетелем. Окей. На, первый, второй рассчитаешься, запомнили номер. Слух. Первый, хорошо. Второй. Первый. Второй. Первый. Отлично. Первый, выключаясь зала, вторая, выключаясь зала. Огромный зал. Вы можете засесть в разные стороны. Ребята, вы неправильно запомнили номер? Четыре и пять. Окей. Здесь мы обсуждаем, как создавать реальную опасность, здесь как создавать фокусировку на ценных деталях. Кого ты категорически устраивает на темах, которые он попал? Меня. Мы поделимся потом. Опасность или нет? Меня один. Реальную опасность. Я не хочу опасность обсуждать. Для меня это не важно. Я фокусировка, мне нравится. Все в порядке. Ага. Окей. Значит, пять, четыре. И обе группы самостоятельно собираются в кружок и обсуждают, как создавать фокусировку на нужных деталях. Давай. Как я снатез сейчас? Да. Как создавать? Ну, одну из подсказок я уже дал. Сейчас, секундочку. И смотрите. Ищем универсальные ищем универсальные инструменты, потому что набор мелких, которые как-то в ситуациях мы использовали тысячи приемов, ну-ка, мы можем найти. Работаем с плюзем. Постараемся искать принципиальный уровень. Окей? Все. Ну, одну подсказку я уже дал. Который сжет к сиропу, правильно? Который сжет к сиропу, Который сжет к сиропу на важных для развития. Сжет к сжет к сиропу на нас и не дает сжет к сиропу больше ничего. Я чувствую здесь, что-то... Белые стены, белый стол, не дает. Так вот. Вот как бы все. Это важно. Я же говорю, что мы в ханебутику еще. То есть он приходит все. Я не знаю. Да. Это то, чтобы это могло хранить. А он с игры, я вам с в игре. Нет, у нас непонятных цифровочек. Я не понимаю. У нас все занимаются разными играми. Это другая сторона. Это другая сторона. Ты не можешь. Это практика. Ну, хорошо. Смотри. Мы, например, говорим. Мммм, в этой теме сейчас там происходят странные вещи. Нет, смотри. Я могу сначала сказать, что мы следующие вещи. Ну, вот этот. Типа, это мы вкладываем в конец клиента. Я могу сказать. Это игрок. Он, например, мы можем играть. Вот ты чувствуешь переменки. Игроки сходят, ты выходишь. Ты больше вообще ничего на игре. И мы работаем сейчас вот над этим диверсальным. Что? Подготовлено. Мы не знаем. А что кроме вводной есть? Нет, нет. Все вводной. Мы сейчас говорим, давай, пожалуйста, дай твои. Как сфокусировать одно, что внутри важно. Вот они в этой комнате. Они знают, что здесь происходят странные вещи. Но теперь... Смотри, если ты им закладываешь отбранансирование, то есть, или как это куб, чтобы он видит, думает о чем-то, или ты закладываешь это через место, или ты закладываешь через объект, то тогда он будет уже какой-то взаимодействовать. Окей, начинает. У него есть длинное развитие, которое... Да, и то есть лапочки за... У него есть развитие, у него есть силы, поэтому я же сфокусировал будет работать с этим сасыванием. Но поскольку об этом в курсе всех, все с вами и все. Но я в этом не знаю. Достаточно. То есть, мастерских слов ты просто говоришь, что все, кроме этого... Ну, я примерно понял, как это можно было использовать, но еще, потому что еще заширает большая подготовка у нас есть вопросы. Вот ищем баланс. Смотри, нам важно уйти от уровня, создать людей в бюджетах. Слово, как это значит, это игровые предыдущие. Это реально улучшение. Он будет в мировом общий интуит, чтобы потом можно было в ней дать. Сейчас, как бы я использовал анонс для токусировки. Я бы сказал, по-такому-нибудь пространной вещи, внутри игровая информация. Я бы сказал, это будет игра про то, как люди обманывают друг друга, придают, значит, причиняют боль своими поступками. И вам нужно будет концентрироваться на поведении других игроков, на отношениях и на эмоциях. Я таким образом спорту оказываю, что все же будет устроиться в руках социального отношения людей. Или я говорю, это криминальный тейлер, где люди будут совершать нескольные... Ультрапростой прием, который сейчас используется в короткий демитр положить. Минуты каждому сформулировать один из способов, который, как бы, про себя в тишине. Это признает то, что отвержение сформулирует прием в результате, который можно фокусировать участников на важных регионах для создания событий. Есть лицо локации? Нет, если он сейчас говорит, по нему не думает, сформулируйте пока мы думаем, подумайте, не вопрос на стаденскому фокусируйте. Какую-то локацию, где значимое место. Игроки все равно там всякого накидают. Нужны ваши предметы, чтобы все значимых предметов там будет очень мало. Ну, наконец, там... Сколько раз было на игре, смотришь, думаешь, что-то проголупал или это что-то значит? Ну, это мастер, он должен заранее, как бы, он должен так модулировать, чтобы у тебя вот этой неопределенности не было. Если я написал стикер из-за мы принялись период по жизни, да, или... Как у них хватает я написал в чате ответственности я уже осиловал. Уже не важно. Но, кстати, было бы полезно если у вас приезжать, да. И вот такое уже не опозначишь. То есть, просто наше что-то творить. Давайте вкратце расскажем то, что мы будем надеяться что наша память когда-нибудь бездевского лет, наверное, обращается. Ваша запись пришла в голову за минуту целый сенат селенной бумаги. Формата сказано. 20 это варианты убрать все ненужные футаты. Делать важные детали яркими, а не важные не яркими. Это, кстати, всего не только вещей, а поведение. формализовать все желтые балансы для эволюции. Это моделирование это правило моделирования. Есть пример временной фокусировки совершенно активной использованием. Именно сейчас очень важно вы охраняя вершин волков. То есть, что это жил в игру, и это довольно страшно. Чтобы синяки на именно в это приятное синяки для его или человек под страшным адреналином вот это временное определение какой-то здесь одно что необычайно 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 здесь и один из лучших способов управления вареньем мокраком. 50-е секунды таких событий честно говоря первый ты знаешь что у нас честно говоря вулк приходит вулк вулк начну это тогда мы начинаем делать то что простое доказательство короче говоря тогда мы начинаем больше не понимать циклы можно сказать нужно как и здесь это как раз совершают что можно смируть скажешь так не так мы присваиваем конкретные временные интервалы конкретные события все ближе к гене игроку снижается тем больше нас ждет по-моему как инструмент окей у меня происходит некая развитие история приводит к статусу еще одна деталь проявляется которая явно говорит что у нас сход я волос это деталь она не мешает с огромной краской марки что просто едят чек попали голову введем в стороне решат не протолкну перей не пропустим а ожидаем если конкретно то все-таки не будет сложный так или иначе но и и и и и и и и Акцентировать игроков на паттернах, а только паттерны, и игроки смогут на эти паттерны обучать внимание на новые вещи. А когда у тебя, например, модель издаешь какой-то прикольный процесс, который ты играл, сначала перечислить смысл или на перекладок или на прогрессах, некоторые люди ходят в красных поясах, потом по ходу игры всплывает информация. У нас получается, что нам нужно обозначить те вещи в игре, которые у нас являются важны. Это могут быть игровые маркеры, например, яркие предметы. Это может быть тайм-фон, где в какие-то моменты приходят волки. И это можно сделать внутриигровыми вещами. Красный предмет всегда внутриигровой. Это может быть сделать директивно, в то место, куда светит свет, там будет сейчас происходить событие. Если я говорю, если режиссер говорит о том, то он внешне включает метод технологии, в которой он сейчас будет говорить. И плюс к этому мы можем использовать паттерны, проговаривая с кроками. Паттерны можно запускать эти штуки. Как твой инструмент вывести на уровень принципа, я не очень понимаю. Друзья, у нас есть две минуты, чтобы по минуте поделиться с каждой группой, что вы наработали. Вы можете за минуту рассказать самое важное, что у вас получилось? У нас есть, ну мы четыре штуки назвали. Три, да, хорошо. Называли мы не искоряем времени. За экзаменацию? Да. Значит, ну, первый способ. На самом деле, там, в целом это два способа даже, которые я могу угруппировать. Первый – это сделать так, что у тебя на игре вообще мало деталей. Твои правила моделирования говорят, что там скамейки одежды деревни – это вообще не значимое мировое деревье, а список значимых вещей. Блокнотик такой. Да, он вот такой. И тогда игрок просто будет, там, через два часа игры он будет просто естественным образом фокусироваться на, как бы, на только значимых предметах, и тогда он будет выделять из них узнавать. Да. Даже если вы же сами видите, мы уже чуть-чуть скроются. Это первое, да. А второе – просто тупо маркер вешать на игру, ну, на предмет. Просто этот маркер может быть, ну, явным, то есть, я боюсь, что маркер – это важная вещь. А может быть отложенным. Маркер уже давно висит, например, «Острый уши» у людей. И тут внезапно выплывает информация о том, что это важная вещь. И так далее. И третий – еще просто совесть вопрос от игротехников. Он обращает, просто вот идет игротехника, обращает твое внимание. Ну, приходите и говорите. Приходите и говорите. Смотри, мы говорили про маркеры, и мы выбрали это как принцип. Потому что маркер может быть для момента времени. Да, да. В полночь всегда приходят волки. И вы каждый, особенно если у вас циклы выложены плотнее, вы будете ждать волков. Маркер может быть для предмета, это с этим все понятно. Маркер может быть для типа события, когда люди собрались больше, чем втроем, один из них – монстр. Маркер может быть для места. Маркер может быть для места. Но вы подумайте, маркер не всегда вещь. Маркер – это некоторый признак, общеизвестный, ну не общий, некоторый признак, который позволяет участникам предположить, что здесь произойдет определенный тип событий. Под это ложится большинство того, что здесь обсуждали на уровне механики. Второй момент, который был здесь. И маркер может быть внутриигровой, то есть он уже положен на это так двигается. И внешний, когда включается свет в эту точку. Или включается мета-техника. То есть, ну как бы, монолог. И ты такая рассказываешь, что ты сейчас думаешь. Я думаю, сейчас я подгибу к нему откуда нему умажешь. Окей, продолжаем. То есть, это имеет свой инток тренированный и внешний. И следующий момент, когда мы используем паттерны, и мы говорим, ну то есть, мы говорим, это шпионский, в общем смысле. Или там, сейчас в этой комнате, скорее всего, произойдет убийство. То есть, или, а сейчас здесь будет ссора, которая навсегда разрушит их жизнь. Таким образом, мы фокусируем людей на те детали, вокруг которых нужно обращать внимание. Это можно говорить не голосом, это можно на уровне вот этого создать. Но мы кладем в игру паттерны и показываем, по какому паттерну сейчас нужно разбирать ситуацию. Ну, использовать долго, кто и в голове. А кого же есть? Ну, они у нас у всех есть. Стасия нам обещала после этого, после их предвоспринимают искусство, это как раз распознавание паттернов, которые у нас уже есть. Как везде паттерны и как их к ним вызывать после этого. Окей, спасибо всем большое. Эти два принципа, они вместились на лист, поэтому итогов наших не существует нигде, кроме как у нас в головах. Я надеюсь, вы схватили это именно как принципы, потому что вижу у вас сопротивление смотреть на вопрос принципиально. Извините мне мою миссионерскую позицию, но она, значит, звучит вот как. Не эта миссионерская позиция, детка, но ход твоих мыслей мне нравится. Звучит она вот как. Когда вы смотрите на какой-то предмет, давайте повесим маркер на игру. Вы смотрите на инструмент. Зачем вы вешаете маркер на игру? Ответ на этот предмет, ответ на этот вопрос выносит вас наверх. Чтобы акцентировать внимание. Как акцентировать внимание? Нужно многими способами. Вы сразу получаете доступ к огромному набору инструментов и разнообразному решению этой задачи. В рамках всех видов фрилевых игр, которые здесь делают 99 тысячами способами, в том числе и так же, как ты. Просто твой снобизм делает тренировые игры. Сколько делает нордики? Никто не делает тренировые игры. Нет, она не делает нордики. Да, она не знает, что она делает нордики, но приемы использует добро. Они не делают оформационные игры, я делаю саму. А-а-а. Ёх. Спасибо, извини, что мы отрывали это несколько минут. Но мы просто начали позже, чем должны были, кажется. Да вы вообще не должны были. У нас нет.